Михаил, здравствуйте. Да, добрый вечер. Михаил, мы Владимира Путина уже успели упомянуть. Вчера в Волгограде он сказал, что задача России в войне, в очередной раз мы услышали новую задачу, цитата «обеспечить сохранение России». Вот как вам такой поворот в риторике? Это разумная задача для человека, который неразумно себя ведёт. То есть он наконец-то обозначает, что испытывает большой страх. Причём большой страх перед ответственностью за те фатальные ошибки, которые были допущены, я имею в виду фатальные для него лично, и которые приведут к трагедии многих людей, к личным трагедиям и к потере. Знаете, вот долгое время, вы абсолютно правильно сказали, долгое время выстраивали такую фейковую, я бы сказал, что Россию превращали в парк советского периода, такой дряхлый фейковый парк советского периода. То есть реанимировали какие-то концепции, реанимировали какие-то советские практики и так далее и тому подобное. И вот он долгое время всем обещал, что, смотрите, равных нам не будет, мы вообще дойдём всегда до конца, все будут нас бояться, и мы будем гордиться десяток поколений, будем гордиться тем, что мы вот такие. А на следующий день всё это быстро скукоживается и превращается, знаете, как шагреневая кожа, она постепенно так скукоживается. И, соответственно, уже многие начинают понимать, я имею в виду, многие понимают, и европейские страны, они уже сегодня открыто говорят, что нужно эту войну правильно закончить, потому что нужны судебные процессы. И внутри страны, я уверен, у вас нет площадок, где можно было бы, я имею в виду, если мы говорим федеральную часть страны, то есть, грубо говоря, официальную часть страны, там нет площадок, где можно было бы это обсудить. Но я думаю, что вопросы бы задавались. А зачем мы всё это затеяли? Зачем мы убили в течение одного года, полностью убили то, во что вкладывали большой объём ресурса, сокращали свои права, тотально сокращали и так далее. И, соответственно, конечно же, Путин сейчас пытается как-то всё это оправдать, и поэтому приходит, смотрите, он как бы, знаете, от отчаяния уже говорит. Потому что надо было бы задать один простой вопрос. Смотри, ну ты же 22 февраля или 24 ночью видео показывали, ты же с такой угрозой, с оскалом просто говорил всем, что ты сейчас придёшь, уничтожишь какую-то часть Украины, потому что ты объявил специальную военную операцию. Ты сказал, практически за три дня ты возьмёшь Киев. Ну там не за три дня, допустим, а за две недели. Давайте объективно смотреть. Хотя в планах, которые были недавно опубликованы, вы же помните, да, захват Киева планировался к 14.58, 24 февраля. Ты же это сказал. А сейчас ты выходишь и говоришь, наша задача — сохранить Россию. То есть у меня возникает встречный вопрос. А кто на тебя напал? Кто вообще провоцировал всё? То есть ты в 2014 году заходишь на территорию Украины, формируешь анклав, потому что ты потом принимаешь решение, что вот этот анклав сформированный позволит тебе дальше нападать. Кроме того, ты думаешь, что это Украина, очень слабая страна, будет себя вести так, как в 2014 году, когда она находилась в тяжелейшем внутреннем конфликте. Она не будет сопротивляться ко в Крыму. Она отдаст, ну бери территорию, пожалуйста, мы отдадим. Она станет сразу перед тобой на колени. Оказалось, она не готова этого делать. Более того, она готова взять свою плату с тебя за то, что ты пришёл убивать и разрушать. Вот и всё. И сейчас он пытается как-то людям, которых он обманул, просто они не задают этот вопрос, обманул открыто 22 февраля. Он им сейчас пытается сказать, смотрите, если мы не будем сейчас один за одного держаться, то нас уничтожат. Да нет. А мы говорим другое. Мы говорим нет. Слушайте внимательно. Вот всё, что говорит Путин, это всегда попытка защитить только своё альтер-эго или своё эго. Не более того. Потому что мы говорим, смотрите, мы вернём международное право. Оно необходимо России? Конечно. Потому что тогда Россия тоже будет гарантирована от того, что там можно беспредельничать внутри страны. Я имею в виду внутри страны. Мы говорим, что мы дойдём до границы международной, признанной, и у вас появится шанс трансформировать свою политическую систему, получить хотя бы какой-то диалог и обновить элиту. Я не думаю, что вам нужны субъекты Кириенко, Патрушев с их риторикой Лавров, который буквально вчера, параллельно с Путиным, говорит о том, что, смотрите, мы как-то странно смотрим на Молдову. Мы считаем, что она сильно сближается с Румынией. А мы как-то странно смотрим на Казахстан. Мы считаем, что он не совсем правильную политику начинает вести. То есть, понимаете, избавиться от этого вы получите шанс. Вот о чём мы говорим. И Путин пытается вот это перехватить. Он пытается перехватить внутреннюю повестку, пока ещё не поздно, и сказать, либо мы объединяемся в смерти до конца, либо мы как бы потеряем страну. Конечно, в таком виде страна России существовать точно не будет. Она будет существовать в других политических форматах. А вы допускаете такую возможность, что Россия может, я извиняюсь, распасться? Ну, то есть, бывали же страны, которые проигрывали войны, Россия к этому близка, но при Путине, если всё пойдёт таким вот образом, вы верите, что возможен даже распад страны? Я не о распаде хочу говорить, потому что я не считаю, что распад — это формула цивилизованного окончания существования даже тех или иных политических форматов стран. Я считаю, что в России нужно пойти по более мягкой процедуре, по переходу из жёсткой федерации, в которой очень много этнических территорий, которые имеют, возможно, другие представления. Возьмём Кабардино-Балкарию. Возможно, она по-другому видит то развитие своё цивилизационное, которое не совпадает. Мы можем такое допустить? Или, например, Ичкерия, или, например, Дагестан, или, например, Татарстан. Могут ли… Или даже Бурятия, или Эвенкия. Могут они иначе смотреть на то, как надо развивать свою цивилизационную дорогу? Могут? Могут. То есть, а в России нет ни одного инструмента, который позволяет провести диалог по этому поводу и выйти, например, в формат конфедерации из федерации. Или вообще провести референдум. Почему-то Россия посчитала нужным провести референдум в Крыму. Абсолютно незаконное, потому что он там не имел никаких юридических мотивационных частей. Но почему-то запрещает проводить референдумы у себя в стране. Поэтому я думаю, что итогом проигрыша в войне очень важным произойдёт несколько вещей. Первое. Очень важное. Трансформация политическая необходима России, чтобы у вас появился внутренний диалог. Неважно конкуренция, неважно, как это будет выглядеть, будет ли это выглядеть, как начало 90-х, слабая демократия и так далее. Но главное, чтобы это не было вот эта сурковская концепция суверенной демократии. Когда избранным можно всё, а всем остальным только тюрьмы. То есть и назвать это суверенной демократией. Второе. Обязательно произойдут процессы по деинтеграции части территории. Подчёркиваю, части территории. Это не затронет саму Россию, вот в целом Россию. И абсолютно точно не затронет ядерные арсеналы, чего многие боятся. И так далее. Это вторая часть. И третья часть. Наконец-то Россия вернётся в рамки международного права и сможет, в принципе, для себя понять, что нельзя проводить политику шантажа. То есть нельзя выпускать субъекта по фамилии Лавров, который будет всем угрожать. Потому что это в любом случае, вот после этой войны работать не будет. Потому что все понимают, что нету никакого там российской второй армии, нету никакого шедеврального российского военно-промышленного комплекса. Всего этого на самом деле нету. А есть что? А есть возможности. Ты можешь либо с кем-то торговать, с кем-то вступать в альянсы, но не претендовать на право определять суверенитеты других стран, то, что Россия сейчас делается. Ведь эта война в Украине, это не просто война за территорию, потому что уже понятно, что Россия просто уничтожает территорию. Это выжженная земля. Это война за суверенитет, понимаете? То есть это когда Россия пытается доказать, что то, что она пыталась делать в течение 20 лет теми или иными форматами, условно говоря, шантажами различными, в том числе экономическим, коррупционным и так далее. Сейчас в фазе горячей войны она говорит, мы на примере Украины всем покажем, что мы на постсоветском пространстве будем определять степень суверенных прав других стран. Вот от этого России нужно будет избавиться. И тогда это станет вполне страна, которая сможет найти своё место в новом глобальном мире, в котором, наверное, всё-таки нужно, чтобы было поменьше авторитарных стран со склонностями, вот с какими-то такими, знаете, наклонностями строить патриархальные системы 17-18 века. Да, вы упомянули про несколько пока ещё российских регионов, в том числе Чечню. И мне, конечно, очень хочется обсудить с вами Рамзана Кадырова и его заявление о том, что Ичкерии не помогали ни Украина, ни западные страны. Но эфирное время дорого, поэтому клоунов обсуждать не будем. Хочется с вами про серьёзное поговорить, да. В Киеве прошёл саммит Украина-ЕС, там были представители Европейского блока, они обсуждали с президентом Украины процесс вступления страны в Евросоюз и реакцию Брюссерина, ведущейся России в войну против Украины. Как бы вы оценили этот форум, чем он важен и почему проведение его это позитивный признак? Три позиции, которые я подчеркну. Первое, это абсолютный символизм, потому что саммит проходит ЕС-Украина, официальный саммит ЕС-Украина проходит в Киеве во время войны. И таким образом Евросоюз чётко подчёркивает консолидированную, масштабную поддержку Украины. Евросоюз подчёркивает абсолютное понимание и знание природы этой войны. Евросоюз подчёркивает, что будет находиться в коалиции помощи Украине в любом случае до конца этой войны и будет соответствующим образом решать и экономические, и финансовые, и военные проблемы, которые возникают у Украины. Это первое. Второе, безусловно, необходимо было провести ревизию вот этих выполнений дорожной карты по вступлению, потому что это всё-таки формирование иной государственной инфраструктуры, архитектуры государства. Оно должно быть более компактным, более прозрачным, более, скажем так, компетентным, что ли, с точки зрения тех функций, которые государство на себя берёт. И это очень важно. Знаете почему? Потому что я не сомневаюсь в том, что после правильной финализации войны, когда Украина закончит войну на уровне международно признанных границ 1991 года, после этого процесс вступления будет резко ускорен. Процесс вступления и в военный альянс, потому что необходимо будет пересматривать контур безопасности Европы, исходя из вот этого типа войны, из тех рисков, которые эта война обозначила. И в то же время будет ускоренная программа вступления, максимально ускоренная Украины в ЕС, потому что это будет очень важно, с точки зрения морального сигнала для европейского континента и для демократического сообщества в целом. И вот до того, чтобы мы были готовы сразу после войны, необходимо сейчас максимизировать работу по построению вот этой архитектуры, то есть синхронизировать законодательство, синхронизировать регуляторные акты. Ну то есть, понимаете, вот эту всю работу надо выполнить, это второе. Сейчас проводится аудит, насколько мы близки, где нужно ускорить, где нужно что-то подтянуть и так далее. Это очень эффективно. Ну и, наконец, третья составляющая. Можно было в рамках саммита, и это было сделано, обговорить два основных инструмента продолжения этой войны. Первый — это формула мира президента, то есть какие опции она включает, и что это означает, и почему Украина говорит о том, что, конечно же, мы закончим за столом переговоров, но только на условиях Украины, которые предполагают первым пунктом вывод российских войск. А кроме того, в формуле мира десяток позиций, которые касаются и продовольственной безопасности, и энергетической безопасности, и нуклеарной безопасности. И страны уже могут работать, учитывая, опять же, данные по этой войне с этими рисками, то есть уже предлагать какие-то решения этих рисков. И вторая составляющая вот в этом третьем блоке — это вопросы военной поддержки, учитывая фазу войны, в которой мы находимся. Это фаза войны, фундаментальная, по сути, драка за, извините за такой же организм, за инициативу дальнейшую. То есть Россия концентрирует сейчас остаточный свой резерв, максимально всё, что она там намобилизовала и потренировала немножко, концентрирует бронетехнику, которую сводит там с Дальнего Востока и с Тихоокеанских регионов, прежде всего, концентрирует артиллерию всю и так далее. Мы в то же время получаем новые виды оружия, мы получаем дополнительные возможности для эффективного контрнастрения. Вот, собственно, то, что обсуждалось, и очень детально, очень подробно. Ну и президент играл в этом, понятно же, первую скрипку. Михаил, хотел отдельно и вас, значит, немножко ознакомить и зрителей. Сейчас буквально недавно вышло расследование редакции важных историй и ряда других журналистов о том, как кремлёвские пиарщики соблазняли евродепутатов деньгами, чтобы те поддержали аннексию Крыма. Я не хочу конкретно про расследование спросить, скорее более общий вопрос. Вот, по вашему мнению, тогда, в 2014 году, насколько Кремлю действительно удалось это сделать, немножко замять тему, связанную с аннексией, и избежать серьёзных санкций. Вы знаете, вы задаёте фундаментальный, очень крутой вопрос. Ну, на полном серьёзе, я сейчас говорю, потому что тема Крыма и 2014 года, она должна быть всесторонне изучена. Действительно, Россия, я не буду хвалить кремлёвский вот этот пул пиарщиков, да, безусловно, он не настолько эффективен, как они продают это, но пусть они продолжают продавать заказчику свои качественные услуги, потому что это, опять же, минимизирует реальную работу. Я вообще очень доволен, честно скажу, доволен качеством анализа, который готовила и специальные органы России, да, и в том числе вот такие пулы пиарщиков, которые выдавали никчемную работу за какие-то шедевральные там пропагандистские нарративы и наработки. То есть они, грубо говоря, брали много денег и малые КПД имели. Это отлично. Но, тем не менее, давайте по 2014 году. Мне кажется, там более глубинная проблема. Это даже не столько коррумпированность, потому что коррупционные индексы, то есть, грубо говоря, формирование пророссийского коррупционного лобби через привлечение, например, отдельных политиков или экс-политиков в наблюдательные советы, через прямое финансирование каких-то культурных программ, через спонсирование каких-то программ, через спонсирование политических партий было огромных масштабов. И действительно, они начинали говорить о теме Крыма, ну не всё так однозначно. Ну, наверное, там как-то надо так аккуратно смотреть на Крым, потому что там ведь жители какие-то якобы проводили референдум. Так вот, вот это происходило только после того, как Европа в принципе закрыла глаза на проблематику аннексии Крыма, потому что боялась России. То есть давайте приоритеты поставим правильно. Европа боялась об этом говорить, боялась России, боялась жёсткой реакции России. И поэтому с удовольствием начала играть в игру. Давайте мы и так закрытые глаза держим, но давайте, если вы будете оплачивать эти закрытые глаза или какие-то там позитивные реляции, что, наверное, Крым имел право проводить там референдумы, пусть они незаконные, но тем не менее, это же самоопределение какое-то, и так далее. И давайте мы поддержим какие-то российские нарративы. То вот это вот как бы вторая составляющая. Первый страх, а вторая — дополнительный бонус, опция. это денежные какие-то поощрения. Ну и третья составляющая, безусловно, к сожалению, давайте я тоже здесь буду откровенен, мне кажется, что и Украина в 14-15, 16-17, наверное, годы достаточно невнятно артикулировала, кроме внутренней своей территории, невнятно на внешнем рынке работала с темой Крыма. То есть оно как бы отходило на второй план, и основная тема, которая поднималась в рамках Крымского вопроса, это безусловные репрессии против крымских татар. То есть это вообще это отдельная будет, я надеюсь, юридическая платформа, на которой мы будем рассматривать все вопросы. Вы же помните, что Крыму крымским татарам давали 20-летние сроки. То есть гражданам другой страны мало того, что жестоко врывались, разрушали дома, избивали жен, детей, точно так же. Посмотрите, это же всё будем расследовать. Почему надо правильно дойти до конца? Потому что вот всё, что происходило в Крыму, начиная с лета 2014 года и вплоть до вот момента, когда мы в конце концов эту территорию вернём под юрисдикцию, ну, фактический контроль, юрисдикция, она и так Украины, под фактический контроль Украины, мы всё это расследуем, все фамилии субъектов, которые там, знаете, вот эти, мне очень нравятся эти понтовитые ребята, которые думают, что они безнаказанно будут дальше продолжать существовать. И с ФСБ, которые там вот эти репрессии выстраивали, мы же, наверное, должны всё это будем происследовать. То есть вот эти три направления, конечно же, я имею в виду, с одной стороны, страх Европы, с другой стороны, деньги, которые позволяли очень игриво себя вести определённой части политических элит Европы, и с третьей стороны, невнятная позиция Украины, к сожалению, до 2018 года по крымской проблематике на внешних рынках, они, наверное, свою роль какую-то сыграли. Но я думаю, что сейчас, вы же понимаете, ставятся совершенно иначе. И, Михаил Михайлович, последний, наверное, на сегодня вопрос на тему спорта. Как информационные выпуски сейчас заканчивают темой спорта? Вы догадываетесь, да, о чём речь, наверное, о том, что появились на этой неделе и на прошлой неделе слухи о том, что российских спортсменов могут допустить на Олимпиаду, мнения расходятся, но пока всё идёт к тому, что, возможно, некоторых спортсменов допустят под нейтральным флагом, если они как-то докажут свою непричастность к путинским преступлениям и то, что они это осуждают. Но, тем не менее, даже на таких суровых условиях, насколько я знаю, официальная Украина против допуска российских спортсменов. Но я вот знаю несколько спортсменов реально с праведной, нормальной позицией. Не буду их называть, чтобы у них не были проблемы. И в нейтральном статусе они имели бы смысл на Олимпиаде. Почему такая жёсткая позиция украины, что вы готовы бойкотировать Олимпиаду? Да, да. Вы очень правильно ставите акцент. У меня может быть личное, позитивное отношение к людям, которые занимают правильную антивоенную позицию, непримиримую антивоенную. Это моя личная позиция. Может быть такой, как Михаила Подоляка, гражданина. Я понимаю, какие риски человек на себя принимает, как он вообще себя ведёт. Я же понимаю, что есть часть людей, которые действительно точно понимают, что делает, какого типа войну ведёт Россия, официальный Кремль в Украине. Грубо говоря, это понятно. Но у меня есть позиция государственная. Очень важно. Смотрите, любое присутствие слова русский спортсмен, российский, вернее, спортсмен, оно будет так или иначе легитимизировать право России убивать граждан другой страны. Это невозможно. То есть для нас очень чёткая и внятная позиция, потому что спорт — это политика. К сожалению, очень долго международные федерации, включая Международный Олимпийский комитет, игриво, опять же, коррумпировались. То есть они типа «мы вне политики, поэтому мы приезжаем в ту или иную страну, если она даёт хорошие деньги, мы будем говорить, «да ну ладно, но они там где-то право человека нарушают». Я, кстати, не только о России сейчас говорю, вы же понимаете, я об объёмной проблеме, которая касается международного спорта. То есть международный спорт, который толерирует нарушение прав человека внутри стран и позволяет проводить какие-то глобальные эпохальные события типа чемпионатов мира, Олимпийских игр, чемпионатов Европы и так далее. Это значит, что он легитимизирует право страны, той или иной, авторитарного режима в той или иной стране продавать свою концепцию мировоззрения. То есть вот в данном случае, если российские спортсмены присутствуют на играх, это значит, что Международный Олимпийский комитет условно или безусловно говорит миру, смотрите, геноцидные практики России это нормально, убийство России спортсменов Украины это нормально, у нас 220 спортсменов погибло, причём из них есть и чемпионы Европы, есть чемпионы Украины и так далее. Понимаете? То есть и мы тогда говорим следующее, для нас это неприемлемо, первое. Второе, мы будем с нашими партнёрами консультироваться, и сейчас есть уже позиция некоторых стран о том, что будем бойкотировать, то есть тогда нужно поставить Международный Олимпийский комитет перед выбором, чётким, конкретным выбором. Либо вы делаете вид, что всё нормально, нейтральный флаг — это не решение на самом деле, и тогда часть демократических стран не может принимать участие в ваших постановках, которые легитимизируют право на убийство, либо вы принимаете сторону демократического мира, то есть который говорит, что это недопустимые формы поведения на глобальной арене. Это первое, бойкоты. Второе, мы предложили господину Баху, главе Международного Олимпийского комитета, приехать в Украину. Вы же предложили. И при этом не просто приехать, как они любят приезжать, прокатились по центру города, зашли в парочку ресторанов, поулыбались друг другу мило, рассказали, какие они большие герои, что организовали такое эпохальное событие. Нет, мы предлагаем проехаться по городам, которых нет. Мы предлагаем заехать в семьи, которые потеряли своих отцов, которые были спортсменами, и с ними поговорить о том, круто ли будет, если люди, которые имеют отношение к центральным армейским спортивным клубам в Российской Федерации, приедут на Олимпиаду туда, куда их отцы или братья, или дети не поедут. Пусть он детям расскажет, родителям расскажет, потерявших своих близких. Пусть он с ними поговорит, расскажет о мотивации, что нет, спорт вне политики. Вот тогда мы, да, да, пожалуйста, тогда будем с ним обсуждать что-то, потому что нужно правильно ставить акценты. Ещё раз, нету что-то, чего-то случайного. Каждое действие порождает какое-то понимание у какой-то части земного населения. И вот это земное население, которое посмотрит, так смотрите, Олимпийский комитет говорит, да, русские под национальным флагом, но это же русские. Это значит, что это нормальная практика этого государства. Более того, поверьте мне, если там некоторые спортсмены будут абсолютно антивоенную позицию, то некоторые спортсмены будут ведь занимать и пропутинскую позицию, а после Олимпиады Путин придёт и обнимет их, да, и таким образом покажет. Смотрите, видите, несмотря на все наши давления, ещё и кампания начнётся, но несмотря на все эти наши давления, но мы всё равно выигрываем Олимпиады, мы занимаем какие-то призовые места. Четвёртый фактор, о котором я хочу, чтобы вы их забывали. Ведь есть большие расследования, вот вы так сейчас сказали о расследовании Крыму, есть гигантские расследования, касающиеся допинговых практик, масштабных, государственного уровня практик допинговых в российском спорте. Это само по себе уже причина десятилетнего отстранения спортсменов от международных площадок. Ну и, наконец, последний фактор. Смотрите, 36-й год, Олимпиада, на которой Гитлер эффектно, или даже, я бы сказал так, Ленин Рифеншталь потом сняла эффектный фильм «Олимпия», который что-то показал, что... Да, не будем. И так далее. 14-й год, Олимпиада в Сочи. Ну, по сути, уже это как-то странно выглядело. Чемпионат мира, 18-й год в России, это уже странно выглядело. Это говорит о том, что страна, которая ввела тогда уже войну против Украины, тогда уже имела большие проблемы с пониманием, что такое международное право или международное гуманитарное право, тем не менее, была легитимизирована. На эту страну смотрели другие страны и говорили, так вот, смотрите, Россия имеет право все, что хочет делать, для нее закон не писать. Нам, наверное, все это не нужно. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!